Классно, мы трактор собрали. Братва, всем привет! Как там говорят, любишь кататься, любишь саночки возить. Вот это вот наши саночки, на которых мы любили кататься, если кто не в курсе. Это тот самый трактор, да, вирусное видео с которым облетели. Ну, Instagram точно и TikTok пока он работал тоже. Это тот самый трактор на V8. С двигателем до сих пор все в порядке, как бы нам там не предвещали диванные эксперты. А вот ходовая суперкрутого трактора где-то что-то дриснуло. Немножко в этой серии мы вот, собственно, будем разбираться. Взяли инструмент, сейчас будем залезать, разбираться, крутить, мучиться. Обязательно что-нибудь пойдет не по плану. В общем, присаживайтесь, сейчас начнем. Так, ну вы примерно видите, да, причину, почему мы здесь. Собственно, вот эта вот коробка, ее называют ходоуменьшитель, мы будем ее называть коробкой, иногда раздаткой, чисто для разнообразия. Вот она открутилась от основной коробки. Ну, та тоже может быть не коробка, но я ее так буду называть. Собственно, сейчас залезаем под трактор. Ну и задача простая, попробовать поддомкратить вот эту коробку-раздатку ходоуменьшитель и попробовать перекрутить. Какой-то крепеж я купил, не факт, что он подойдет. Начинаем. Так, так как у нас связь в трансмиссии разломка, и трактор у нас хоть и гусеничный, кататься не любит, но по закону подлости, как и в этом пункте назначения, мелкому придется не сладко. Поедет он здесь далеко, на самом деле. Поэтому мелкий и решил пересарховаться. А? Нормально. Вот это и это вот. Смотри, еще болтик лежит в гусенице. Да? Обнаружен, да, причем маленький какой-то. С гровером, это видимо тот самый, который ты накручивал. Может быть. Смотри, иди сюда. О, интересно. О, еще один, если присмотреться. Все тут, прямо на месте произошло. Охрена, они еще здесь все отвалились. Ну вот так, да. Дальше и не надо. Как мне качать? Рукой. Ну и палку воткни туда и качаю вот это. О! Вот это уже хорошее движение было. Ах ты. Щести. Оружка. Стоп. Хватит, наверно. Да, да. Слушай, а с этой стороны она практически села. Надо ее с той стороны прикручивать. Так, у нас есть такой пакетик. Светерный. Да, вот он интересный. С той стороны там щели почти нет. Если щели нет, значит всылать надо сюда. Да, да. Вон золотых сот, цитат. Угу. Взяли вот такой образец. Вот они, болотные. Вот они. Образцы-то и совпадают. Это откуда? Подожди, этот-то с этого трактора. Вот это вот с болотного, а вот этот с этого. И они одинаковые. Они разные. Они одинаковые. Они одинаковые, братан. Да погоди, ну че ты. Ну да, они одинаковые. Так откуда тогда этот болт здесь лежит, объясню? Дырки разные. Ну и с этой стороны она уже села почему-то. А вот стоя она не села ни хрена. О, пошла. Чуть-чуть сдвинулась. Ну хотя бы это уже хорошо. Ну хотя бы ее там не расклинило, ничего вроде залезает. Угадаем, шпилька это или болт обломанный? Это он, оказывается, руками вообще крутится. Это шпилька была, причем, смотри, обхерачена. Туда лучше закрутить болт. Так, сейчас для того, чтобы в ближний раз все осмотреть, мы снимем крышечку. Ну тем более нам с коробкой все равно разбираться и сверху болты закручивать. Короче, в любом случае тут надо снимать. Еще, Димон, смотри, тут его под пятник. Под пятник? Так удобнее, скажите, стало с под пятником-то. Вон мы тут трак новый возим с собой. Палец у нас лежит с собой один. Такие подготовленные. Вообще откручено все. Даже вот это. Ой, даже это откручено. Нет, это же какая вибрация тут была. Охренеть, даже это откручено. А ну-ка вынь, там масло-то есть вообще? И оно у нас там... Что-то там непонятно. Да, вообще можно. Надо сейчас крышку эту будет снять. Не, ну то, что даже вот этот откручил... Это удивительно, конечно. Такой вибростент у нас. Просто вибростент, реально. Непонятно, что там куда ускакало. А как это выглядит? Ну уж куда-то ускакало. Там надо попадать. Там надо прям смотреть. Она там должна попасть в нужное место. Короче, мы разобрались. Надо просто выжимать сцепление, потому что там блокировка. И тогда передачи вроде как включают. Сейчас попробуем опять закрутить. Вроде попали там куда надо. И попробуем включить передачу. И повертеть завал. И будем надеяться, что там ничего не срезало. Потому что иначе это, конечно, будет веселая история. Так, ну что, тут все работает. Вышли-то еще раз окутно. Оп. Оп. Да, все четко. Так. И что? Ну вот видишь, и трактор вперед подается. Подается, да? Ну вот видишь, даже на гусеницы посмотри. Ну я просто не вижу такое усилие. Не, я прям чувствую, что удар идет. То есть хочешь сказать, что нам повезло, и у нас просто отсоединилось? Ну, скорее всего, да. Просто разошлось, как говорится. Мы это обратно поженили. Сейчас надо на крепежек собрать. Да. Вот, не надо недооценивать советскую технику. Просто раскрутилось, с кем не бывает. Сейчас мы скрутим, а дальше поедем. Полностью. Надо просто такие, знаешь, парашечки с метизами возить. Да, да. И постоянно все это дело проверять. Где-то выкрутилось. Чик-чик-чик быстренько. И все вот так вот. Снег может не успеть растаять, а мы уже поедем. Во, нормально. Мы же с тобой это вроде трактор делали, не? Да не, мало стало. Я решил продолжить. Нормально. Да что, ехать-то не на чем за болтами для трактора. Поджарить на обслуживание, а Нивы без тормозов, можно сказать. Вообще шикарно. Шикарно, это я вот как знал, затарился. Все. Взял и колодки, взял и диски, еще кучу всякого добра. Все. Триали взял. Вот. Забрал не раз. Нареканий никогда не было. Поэтому ничего. Наша российская компания. Два года гарантии либо 60 тысяч про Вега. Своя лаборатория испытательная. Входной и выходной контроль качества. Продукция Триали тестируется собственной дрифт-командой Carbide Racing. Поэтому все нормально будет. Вот. На тракторе у нас будет все нормально. Взял цилиндр сцепления. Будем колхозить. Дмитрий Викторович будет колхозить куда-то в вакуумник. Попросил, пусть сами разбираются. Кстати, у Триали нормальная такая линейка по амортизаторам. Есть на грузовую технику, на ГАЗЕЛе, на КАМАЗе, старого образца на втулках, нового на сайлентблоках, на ГАЗЕЛе Nexon есть амортизаторы. Короче, чего выбрать есть. Все ссылочки оставим в описании. Изучайте. Там же для наших подписчиков будет промокод на дополнительную скидку. Так, у нас новый день. Новый пакетик вспомогательный. Бешеное сочетание, конечно, когда тебя прям впарит солнце. Честно говоря, хочется уже кофту снять. Ходить в футболки. Плюс 15. А ходишь по снегу. При этом завтра плюс 5. У нас как обычная погода. Да. Сейчас все сделаем. Сейчас поедем куда-то. Надо последние снежные деньки заснять. Есть по длиннее, есть по короче, которые в крышку. По длиннее, которые не в крышку. Руки вчера так и не смог отмыть после этого трактора вонючего. Ага, это да, есть такое. И они потом несколько дней отмываются. Почти все прикрутили. Вон один там в земле спрятался болт. Короче, вторая коробка держалась на двух болтах открученных и одной шпильке. Поэтому она не упала. Ну и кардан ее еще наверное держал немного. И еще мощь Советского Союза. Мощь Советского Союза держал. Да, сейчас посмотрим как это все будет. Может даже вибрацию уменьшится. Я не ограничился волшебными пакетиками. Я еще волшебный сундучок купил. Потому что что-то мы после простоя от старого аккумулятора не получаем нужной отдачи. Все у нас. Он еще и вырло. Что такое вырло? Он без жидкого электролита. Это хороший аккумулятор. Это тяговый. Так, погоди, погоди, погоди. Если что, будем его использовать на другой технике. Там, где на стартере надо будет тянуть. Так, ладно, на. Короче, аккумулятор походу для какой-то спецтехники. Вибраций не боится. Очень могучий. Но вот у него крепеж-то. Планочки здесь нет. Поэтому сейчас надо будет за лентами сходить. А так, по идее, по крайней мере, аккумулятор нашу вибрацию, скорее всего, выдержит. Выдержит ли крепеж, вопрос. Греется за дима все-таки. Все, да. Играет футболку. Ну, молодой. Сигнал. О, пока едет. Сейчас мы встанем на ровное, проверим уровень масла в коробке. И закрепим аккумулятор. Что, направо не едет? Или куда он там не ехал? Блин, надо раздуплять эту верню. Ну? Я пытался раздуплить тогда. Чем сегодня? Давай, можно сейчас, в принципе, ровно, наверное, стоит. Посмотрим масло. Офигеть, Романа, меня остановите. Ну, а не видишь, слабое. Ну, мы сейчас под уклоном стоим. Ну, уклоном... Должно быть, как раз в этой части коробки сейчас больше масла. Ну, хотя бы есть там, в принципе, что-то. А там ничего нет вообще. Надо ехать. Надо нам за маслом. Да, где маслица надо будет подливать. Давай, сейчас зальем тогда. Мы дождались. Уже почти колотку там, ну, грязи. Уже наша база закрыта сейчас на просушку. Вот, чуть не доехали. Она закрыта на просушку и закрыта от паломничества. Да. Потому что уже начали паломники ходить. Ага. Как будто здесь выставочная история. Выставка бесплатная для всех желающих. Что-то там вообще на щупе ничего не было. А, да. Ну, это неудивительно. Там всякими дырами. Нормальная машина, да? Как масло, как это заливается. Как бензин. Туда его льём, да. Не знаю, сколько там надо. Так, оживление трактора продолжается. Собственно, после зимы, да, когда мы починили наши все гусеничные вещи, натяжные и так далее, мы обнаружили, что у нас трактор направо вообще никак не хочет поворачиваться. Вот. Вот не размыкается правый фрикцион. Никак. Мы уже и маслицем смазали, и уже на ходу, и так, и сяк. Даже в дерево упирались с двумя выжатыми фрикционами. Правая гусеница всё равно буксует, и всё. Поэтому ничего, кроме как, ну, добраться до туда своими руками, не придумали. Так, вот всё-таки. Так, одна деталька у нас туда высота вот-таки. Да, одна деталька. Это печально вообще. Друзья, я очень хочу вам пояснить ситуацию, но дело в том, что я не понимаю, что происходит. Ну, короче, у нас нижняя лента отходит хорошо. Лента одна, нижняя. Ну, снизу она отходит хорошо, сверху она отходит практически никак. Причём, тут есть регулировочный болт, когда мы максимально убираем натяжение, какую-то свободу мы даём в верхней ленте. Вот, но её в этом свободном положении ещё туда-сюда и масло захерачили. И будем считать, что вот этот болт – это единственный у нас шанс к тому, чтобы как-то всё это настроить и не разбирать пол трактора. Очень бы не хотелось, но я вижу, у Димона уже глаза загорели. Ленты меняют, да. Он говорит, что это интересный контент. Очень интересно. Я так не считаю. Ну, со съёмом бортовухи, да, это интересно. Бортовухи – это вот порнухи. Порнухи бортовухи. Это вот называется «поснимать порнуху». И это как мы снимаем бортовуху. Так, друзья, у нас новый день по одежде наших постоянных партнёров, с которыми как за каменной стеной на любом болоте, мы отправляемся не на любое болото, а на то самое. Дело в том, что надо наконец-таки протестировать технику, да, всё-таки как у него держится гусеница, отрабатывает, не отрабатывает компенсатор. Компенсатор, да. Натяжение, да. Соответственно, делок будет на подхвате. Сделка мы в последнее время используем, но только в качестве крана. Вообще-то он в другом хорош. Основная у неё специализация другая. Наша специализация тоже – это вот туда, надолго, красиво, эпично выдвигаемся. Всё, как тебе рулится? Он, кстати, поворачивать стал, ну, более-менее направо. Что-то мы вчера поделали и направо теперь поворачивать. Я просто сказал, что Димон очень любит гусеничную технику и импортные моторы, поэтому я её посадил сюда. Лучше направо поворачивать нормально. Ну, можно как бы ешь. Во, замечательно, Димон. Сегодня ты у нас на гусеничной технике. Не тебя снимать тут буду. Я поснимаю, ничего. Так, у нас очень хорошие новости, потому что у нас сегодня наконец-таки два пилота, у меня не будет раздвоения личности. Димон – эксперт во всех областях. Кстати, об условиях, да, снега ещё очень прилично. В общем, Димон сегодня отстаивает возможности гусеничной техники. Ну, и заодно тестирует, высказывает своё мнение, где там натяжение подправит, где ещё что-то. Ну, вот это вот всё. Начинаем. Уיזку. Расширный. Человек. Добавил. Куда-то переключу. Защу. вот этот ручит ты примерно понимаешь следов хочу включено тебе надо в обычной коробке но там первая она совсем недлинная но посмотри чем включена в обычной коробке включена по сути первое скажем вот поэтому он у тебя на нейтралка мы кафу включать смотря у тебя включена в ходу уменьшить в общем разбирайся не что ходовым уменьшить или у нас может выскочить рычаг надо прижимать чуть-чуть жесткий ну чё похоже включили то что нужно так сейчас надо дать димону инстракшн и все как не угробить трактор с поворота димон заметил такую историю что он с поворотом забуксовывает и когда рычаг отпускаешь обратно там такой удар вот этот момент надо но как-то как-то да поаккуратно там еще так колбасит что там из него но надо в этой самотойке находить возможность поплавнее ну здесь скорее всего здесь просто будет ехать ничего не замечает даже кинул да не, ну тяжело конечно колеса не дотрали о да колеса надо травить спускает он скорее всего отсюда уже не поедет надо сейчас спустить максимально и потихоньку назад попробуем колесо потихоньку спустили колеса сейчас попробуем назад не, 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 давай назад попробуем вперед-то он уже не поедет кто-то грибец а у тебя задний привод включен ты уверен? а что колесо-то не крутится передней спереди не одно вообще у нас задний проворачивается а спереди вот провернулось причем сзади крутится а спереди позже ну да он хорошо присел нормально 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 сворачиваешь аж вот так скручиваешь так ну что ж какое-то фиаско не этот как сказать непредсказуемое да не ожидал я так неожиданно все произошло Хороший. Мы подумали, что зюкут будет. Так, хорош, теперь отпускай. Через этот блок не хочешь отпускать? Ты хочешь вынуть отсюда? Ну, аккуратней. Смотри, эти же за канаты не держись, они же крутятся. Ты говори сколько. Давай. Ещё, ещё. Только пальцы береги. Квас утра, грёбаный. Человек на пол. Теперь. Чуть-чуть ещё осталось. Тихо. Не надо так делать. Да, ты вот так делаешь. Тихо, тут ещё до вертикального положения. Жесть. Ну, кстати, чуть сдвинулся, вылез чуть-чуть. Немножко перецепились под другим углом. Сейчас попробуем ещё. Ну что, назад будем его пробовать чуть-чуть? Или всё-таки вперёд? Мне кажется, что ни то, ни другого не сработает. Мне кажется, надо, да, всё-таки лебёдкой вперёд, потому что больно здесь сурово. Да, давай попробуем поаккуратненько. Так, вот мы сейчас снимаем трос. Потому что у нас, как известно, в хозяйстве аккумуляторов ограниченное количество. И тросов теперь. И тросов. Короче, трос у нас лопнул и ничего не сняли. Ну вот, причём нагрузки особо и не было никакой. То ли трос говно, непонятно. Карандаш он даже не доехал до этого места. Ну вот. Ну да. Но этим тросом он у нас... Ну он тонну. Тонну он держал. Тонну он держал. А сейчас тут тонну точно не было. Сейчас попробуем трактором его дёрнуть. Посмотрим, что получится. Ну да. Если потихоньку, то нормально. Оу. Красивее. Здесь прям очень глубоко. Мы только летом разрыли здесь. Особенно нету. Опять у нас неподходящий трос. Что кинули перед выездом? Да и зацепили. Зато он длинный. Видимо он сейчас прям на сухом станет. Ну да. А то здесь вообще просто мясо. Мясо. Да. В общем это все поели и у нас продолжаются раскопки. Длинули мы его где-то на метр, наверное, на полметра. Думал подумать, да? Да. Что мы сегодня так зелком. Прямо... Называется этот. Надо по пипке ехать, тогда бы не застрял. По пипке не зрелищно. Ну это да. Говорят, что Ленин не умеет и по другому. Ездить надо везде газ уже. Ну вот нажал. Теперь копаем. Да. Хотели в зрелище. Вот вам зрелище. Прессуется все до состояния бетона. Летом вот нету. Здесь... Я собственно, когда мне просто прилетел, та же самая история была. Весенний снег. Я уперся. А мне деваться некуда. Ну да. Лебезкой пытался себя протащить сквозь стену. И все. Пролетел крюк металлический, там, в нескольких сантиметров от моей головы. Понять я ничего не успел. Вот. У меня там такое легкое, ну, шоковое состояние было. Я понял вообще, чем могло все это кончиться. Сейчас немножко отошел. Ну вот поэтому, да, здесь надо сейчас чуть-чуть. Мы одновременно трактором и лебезкой. Так. А вот уровень маслицы-то мы на контроле держать должны в этом выезд. Потому что масло мы впервые за три года поменяли. Съездой газ в пол. Я там нажимал. Димон, смотрю, тоже уже вошел в колею. Ну, а на что менять-то сейчас тоже большой вопрос. Ну, мы вот решили залить вот такое масло. Такое же, как в случае с вездеходом. Масло Любикс – это разумное сочетание хорошего качества и приемлемой цены. Масло это относится к холдингу «Бельгин». Это ведущий производитель смазочных материалов Турции. Холдингу в этом году исполняется 70 лет. Ребята серьезные. И линейка у них тоже очень серьезная. Под любой современный автомобиль смазочный материал можно подобрать. В том числе, грузовой. Так что, я думаю, что УЗЭТИК скажет спасибо. Так, ну, мы чуть-чуть подкопали. Сейчас попробую опять одновременно трактором и лебедкой. Слава Богу, не я там. У меня там страх. О, на vigili. Ребята, погиб! А? Наверх едет. Наверх едет. Наверх едет? Да. Мне кажется, вот здесь сейчас чуть бампер открыть, разрыть и он вылезет. Бонтака, намного, чтоб он проехал. Больше, намного. Намного больше. И он наверх пополз. Причем смотри, ты меня только ты меня тянул. вот там капец там дна вообще нет короче нам надо сцепление отрегулировать она слишком пережата сейчас я его отпущу немножко кто-то называет это люфт а я называю свободный ход ничего поехали еще мне кажется сейчас выйдет он прям уже начал забираться наверх поехал поехал шикардос только трактор тянет лебедка не тянет ура это все равно плохо я заметил он какое-то преимущество гусеничной технике слушай он его тащит вообще пофигу просто тяговое усилие очень хорошее особенно если не срывать да я прям не ожидал что он с таким усилием вот я вообще зимой за автомат последнее время машина на автомате появилась очень плавненько можно заезжать тащить регулировать крутящий момент на колесах все едем дальше выехали я опять за трактором ты ходишь тут проехать а ты помнишь там какая лужа была кажется грамм не хватило приключения только лицо проваливается игорян это жестко мы сейчас опять просто сядем мы сейчас опять просто сядем пара метров мне так нравится ехать нам такой прикольный вот так пара метров обычный трактор даже не болото то есть нас наша техника который мы еще не достроили в таких условиях Болотная, да? На болотной гусенице. Она вообще просто царь и бог будет. Болотная. Прям проламывает лед. Прям видно, как натяжитель работает. Он прям так вперед-назад входит. Прикольно. Надо, конечно, на нем, чтобы ехать. Столько в голове всего держать. А, пробки нету, Игорь. А я думаю, что за запах? Ну пробку потеряли. Притом, что она была на веревочке. Алин. Списи, она потекла. Ну, кто-то несколько потерял. Ну что, Димон, покажешь класс? Ты уже там все освоил? Не, я путаюсь иногда. Ну, рычагов много. Все надо учитывать. Тут не включается. Тут нейтралку тяжело поймать. Тут передачку надо держать. Ну что, Димон, ты как? С двух педалей будешь? Да. Я буду с трех педалей. У меня много тут. У меня четыре педали здесь. Знаете, как у нас, смотри, расходятся двери? Ну вообще. Все пацаны, ребята. Три, два, один, старт! Блин, заглох! Блин, заглох! Блин, чуть не застрял. Обратите внимание, да, что с ним происходит. У него дорожный просвет сейчас практически отрицательный. Налит мокрый снег под днищем. И вот пока он его не растолкает, не собьет, он практически потеряет. Я нашел методу. По-другому никак. Нам надо было соревноваться не по прямой, а доехать, развернуться и обратно. Не могу, и все вот только так. У тебя дорожный просвет сейчас отрицательный. А, опять налитло? Да, да. Если брать дисциплину с разворотом, то я выиграю. Однозначно. Прям беда, я хочу сказать. Ну, у тебя, посмотри, у тебя, посмотрите, след за трактором. Он как бульдозер работает, он очищает под ноль. Все то же самое, да. Пока не налипло, ехал он, здорово. Сейчас надо как-то сбивать этот снег. Я не знаю, как он это будет делать. Ого, го, 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 вроде подсбил свежок, вон. Это ли я нацело образуло, в общем, скажем, легче пошло. Вон, весь счесал, все, все под ноль счесал. Вон, весь счесал. Классный мы трактор собрали. Хороший такой. На V8. Так, ну наши испытания трактора плавно перешли в гонки, в драгрейс по болоту. И сейчас, в общем-то, да, мы сравнили трактор за счет автомата. Ну, плюс узелка, конечно, мотор немножко пятерит или четверит. Только поэтому он уступил. Я еще заглох. А, ты еще заглох вначале на автомате, вы понимаете? Там такое усилие дикое, что у Димона бывает. Но, короче, это однобокая дисциплина. Она не показывает всего многообразия возможностей техники, да, в этих условиях. Поэтому мы сейчас решили доработать испытания. Доехать, развернуться и вернуться сюда. И вот тогда мы уже будем точно знать, кто едет по болоту лучше. Так, ты готов? Да, ты готов. Руслан, готов? Да. Так. Три, два, один, старт! Три, два, один, старт! Так, вот он наш АМС. И он опять вот застрял. Три, два, один, старт! Три, два, один, старт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, кажется, что у нас есть шоссе. Но Димон ещё может нас награть за счёт П-8. Суетиться много, а мы не суетимся. У нас всё хорошо. Село, Советский Союз, вот это вот всё. Колёса низкого давления всё-таки лучше. Спорт на поворот я никогда не любил. Кажется, он может нас нагнать. Надо ускоряться. А, нет, всё-таки закопался. Если бы он в этой попытке выскочил, мог нагнать. Ура! Дилл победил. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Гусеницы едут хорошо по прямой. И очень плохо они поворачивают. И тем более разворачиваются. И они очень не любят мокрый снег, который очень быстро и намертво прилипает под ничь. Всё, поверженный В-8. Как-то сейчас доедет под запор. Вот что-то там позитивно погребает. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, Димон, интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, там слишком лифт. Если бы был снег рыхлый, я думал, что я бы первый приехал. Ну, а если, как ты думаешь, если тебе немножко подучиться, привыкнуть, были бы шансы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там очень тяжело развернуться. Там просто столько... Причём там был момент, когда ты практически уже развернулся. Я думал, ты сейчас нажмёшь, и мы могли с собой нос в нос прийти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но всё-таки он... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он, кстати, гребёт перед собой, и всё, у него буксуют все какие-нибудь ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все колёса, да. Я назад, вперёд, назад. Так я не мог там разогнаться, потому что он у меня вот так стоит, короче, я гажму, а он не едет. Пока весь снег не вылетел сподни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 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 да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, смотрится очень круто. Дмитрий Дмитриевич выставляется, и сейчас будет шороху наводить. Может быть, он скоро станет, понимаете, главным пилотом канала, будет такое выдавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что там, Руслан-то готов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Руслан готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА